Корпус был построен в сеть, за которым на улице он используется сейчас МЭИ как учебный корпус. Он построен с 1929 по 1931 год по проекту братьев Мурчины, Геннадия и Владимира, и Север Меймана. А это цилиндр, который, конечно, было такими, под влиянием Лепкорбезилье. Народ называется Бастилия почему-то, видимо, за счет того, что вот такой глухой цилиндр. Это пандус. Внутри находится подковообразный пандус, очень интересный, который на 8 этажей поднимается. И с другой стороны этого внутреннего помещения, этого пандуса, находятся лифты Патроностр, лифты непрерывного действия, которые вот такие же были сделаны в нескольких местах, например, в Центр Союзе Лепкорбезия и в Наркомзе Мичусева. В основном здесь мы видим абсолютно такое вот соответствие как раз принципу Лепкорбезии. Вот, то есть сплошной стеклянный фасад, вот видите, мы шли с той стороны, видите, это изначально были аудитории, в середине был коридор, но коридор был с несплошными стенами, а состеклением выше, в следующий хороста, и он, естественно, поэтому освещался полностью с двух сторон, через астекление. Он был сделан на ножках, а вот этот вход, в честь вот этого входа был сделан уже попотом, вот, ну, видите, колонны его, как раз, вы не сохранились. А что еще? Выходная группа переделана, в основном, значит, интересного плана, вот такого вот, по сути, Т-образного, даже второй корпус тоже учебный, там уже не сплошное стеклянное, ленточное. И вот эти вот, как раз мы видим, видите, они тут не горизонтально, постоянно собрали, поднимаясь, круглые окна. А пандусы, это как раз, ну, соответственно, собрали это пандусы, что интересно, вот эти окна внутри, выглядит, как такое большое, где-то вот диаметром с метров 50 или по улицам 5, матовое стекло. Здесь еще сделаны лампочки, и когда постепенно становится на улице темно, там включается подсветка, которая светит, и здесь же место, где вот эти окошки. Наверху там был сделан фонарь, который освещал изначально с потолка тоже этот пандус. Очень интересное место, какой же похожий пандус для родителей Крабезье. Но здание попасть очень сложно, но были узкие, там нет широкого пространства между ними. Так что в этом плане здание уникально, именно вот за счет таких вот еженетных ущерений, и вот такой смелый форум, потому что его закончили даже раньше, чем в Центрсоюзе Крабезье, потому что здание просто было меньшего масштаба. То есть, говорит, по семью наркотику, это вот такое общественно большое здание, используя все вот эти принципы, которые пошли там в 60-е годы, в 70-е годы, это, наверное, одно из самых уникальных зданий в Москве.